Привет, друзья! Сегодня у нас в Охотника.нет такое сравнение самых точных винтовок которые на данный момент в наличии на данный момент представлены Ну, начну с винтовки нашего отечественного производства Это Егерь от Российской оружейной компании от Русской оружейной компании Вот Что касается Егеря Сразу замечу его некоторые минусы У него достаточно тяжелый вес в отличие от, соответственно, импортных моделей Потому что здесь стоит алюминиевая колба которую вы можете, в принципе заменить на композитную и выиграть грамм 700 Тогда он станет превосходно сбалансирован и отлично впишется в ваше использование Потом есть небольшой минус Это приклад складной, тактический Кстати, он очень удобный Это новинка таких Егерей Еще не очень много выпущено Ну и вот эта конструкция имеет микролюфт такой, который, в принципе может сказаться на точной стрельбе У нас в комплекте вот такой идет магнитный барабанчик с металлической вставкой И вообще такой, ну, скажем заслуживает уважения такой барабанчик Сейчас взорвем баночку и посмотрим в хронограф что у нас там получилось Так, не видно от солнца 280 ровно 279 277 Там у нас уже давление падает ниже плата уже 200 уже 155 точнее вот в принципе она как раз в районе 280 и стреляет калибр здесь большой пуля здесь весит 3 грамма превосходный такой охотничий аппарат Сейчас выстрелим в старый Samsung Пульки кончились Пойдемте посмотрим что у нас получилось Не пробило пуля трехграммовая Огромным плюсом винтовок русской оружейной компании именно Егерь является их превосходная точность Недавно прошел чемпионат мира в США где наш товарищ наш соратник выиграл с помощью винтовки от русскооружейной компании Егерь выиграл чемпионат мира То есть эти винтовки позволяют добиваться самых высоких результатов Касательно большого веса это не только плюс точнее не только минус но и плюс если вы стреляете с мешков, с упоров или соответственно с стрелкового стола со специального пристрелочного станка то есть винтовка у вас лежит более неподвижно и отдача пускай она здесь достаточно маленькая она в принципе гасится смягчается за счет скажем так солидного веса сейчас заправляем Егеря очень удобная колбовая версия потому что наш компрессор вставляется просто напрямую в квик Егеря и все без всяких переходников данная винтовка представлена с колбой с колбой они бывают только в прямотоке редуктор здесь не предусмотрен если вы захотите комплектацию с редуктором вам нужно тогда уже поменять свое решение о покупке в сторону винтовки или карабина с резервуаром также у нас есть в буллпап исполнение но из коробки эта винтовка не всегда позволяет добиваться тех результатов которых вы хотите поэтому у нас в Охотника.нет вы можете всегда заказать настройку доводку этой винтовки пристрелку мы можем вам показать результаты какие получились конкретные винтовки и настройку под определенные пули винтовки у нас в наличии если какие-то необходимы доводки то придется немножко подождать но в Охотника на это все есть сейчас мы переходим к нашему флагману к винтовке SX Crown мы ими занимаемся уже приличное время здесь установлен прицел MTC вот калибр здесь 6.35 в этой винтовке исполнение серый ламинат отличается она от Егеря более сбалансированным скажем спортивным все-таки уклоном потому что эта винтовка с настраиваемой щекой здесь настраивается спуск под всеми углами то есть меняется не только его геометрическая составляющая то есть как бы можно наклон изменить можно изменить ход спускового крючка можно изменить нагрузку свободный ход отложенный выстрел все что угодно у крауна это есть поэтому эта винтовка для спорта наиболее удобна вот в принципе взорвали бутылочку еще про эту винтовку я хотел несколько лесных слов добавить эту винтовку мы считаем самый скажем адаптированный под спорт в Тире Калибр который находится в городе Королев в Матищах недалеко от МКАД очень известный Тир мы собирали с этой винтовки кучу порядка двух сантиметров даже чуть меньше многие кто комментировали наше видео не верили в это но это открытая информация то есть непосредственно сам инструктор который там работал стрелял из FX Crown в калибре 6.35 и собрал вот такой результат скажем чем еще примечательно из этой винтовки даже если новичок садится стрелять вот я иногда приглашаю друзей в Тир он сразу может показать хороший результат то есть на 50 метров человек неподготовленный в принципе просто с настроенным прицелом может свободно сесть и стрелять на 2 сантиметра сейчас посмотрим какая там у нас скорость пули 1.6 калибр 6.35 ну вот в принципе 270 метров в секунду как она у нас настроена на самый минимальный порог для этих пуль вот 271 270 выстрели в монитор ну тут уже в принципе редуктор заправки не хватает у нас там и на редукторе 150 и на самой винтовке 150 вот в самом резервуаре посмотрим что там у нас с монитором как мы видим входное отверстие меньше и выходного также у нас нет на этой приличной скорости этот могучий прочный монитор не пробивается есть также FX Crown в таком исполнении ламинат называется Green Forest очень стильно более яркий но сдержанный дизайн все абсолютно то же самое только другая расцветка ламината то есть этот такой сдержанный приглушенный в холодных тонах здесь добавлено все-таки немножко теплых и вид такой повеселее по жизни утверждающий теперь перейдем к пневматической винтовке от английской фирмы Bracock это Bracock Commander Magnum самая скажем новая модель в их линейке тактическая у нее тоже складной приклад тоже хочу заметить минус наблюдается люфт здесь он в принципе даже более существенный чем у винтовки Егерь у винтовок стоит ствол Lothar Walter Premium это самая дорогая линейка от стволов Lothar Walter с этими винтовками выигрывали соревнования прошлого года в Америке и вообще американцы их очень любят эта винтовка похожа на краунд тем что здесь в принципе очень удобные настройки то есть также есть барабанчик с четырьмя регулировками у крауна их гораздо больше в этом плане он конечно более предпочтителен здесь есть редуктор Huma в отличие от крауна его можно регулировать вне зависимости от того есть у вас давление в колбе или нет колба здесь несъемная в отличие от крауна у крауна очень удобно можно колбы менять иметь запасную и не дозаправляться взяли с собой пару колб в рюкзак и все единственный минус колбы стоят дорого что касается самой винтовки она достаточно легкая она весит чуть более трех килограмм здесь уже многим известные дейстейтовские магазины очень надежные очень качественные никогда не клинит планочка вивер для установки сошек которых мы установили взвод тут у нас болтовой кому-то может быть более удобен кому-то менее но в принципе мне например нравится болтовой взвод бракок у нас в калибре 5.5 вот настроен под спорт все-таки он вот скоро здесь можно в принципе к гадалке не ходить будет в районе 277 276 278 276 ну в этом диапазоне мы настраивали чтобы собрать максимально спортивные классные показатели на 100 метров да мы стреляем из винтовок на 100 метров потому что с этими качественными винтовками на 50 стрелять совсем скучно скучность получается в районе рубля и этим уже никого не удивить результат пульки кончились ну там наверное ничего нового кроме того что отверстие будет еще меньше вот наши 4 пульки калибр 5.5 пуля 1.175 весом сзади у нас ничего не получилось но мы еще с ним я думаю поборемся самые лучшие пневматические винтовки от российского производителя егерь от шведов fx англичане бракок можно купить в охотника нет и обязательно подписывайтесь на наш канал там вы можете посмотреть их тестирование их отстрел на 50 на 100 метров их настройку и какие-либо другие нюансы обязательно ставьте лайки и подписывайтесь подписывайтесь и подписывайтесь